Всем привет! Меня зовут Лиса, и совсем недавно я вернулась из магазина и накосила там косметику Urban Decay. Но на самом деле не так уж и не недавно, потому что те, кто смотрит мой канал, давно видели, когда именно я покупала все это. В этом видео я покажу вам наглядно и расскажу вам о своем первом впечатлении о косметике Urban Decay. Также мы с вами ее полностью протестируем. Я назову вам ее плюсы, назову вам ее минусы, а вы будете смотреть и думать, надо вам оно или нет. Я хочу сразу отметить, что я не являюсь визажистом, я не являюсь человеком, который повернут на макияж и так сильно в нем разбирается, что прям пипец. Я просто самый обычный человек, у которого много косметики и который при этом является бьюти-блогером. И прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай в себе уведомления и аппликации, чтобы дальнейшем ничего не пропустить, и мы приступаем. Макияж я буду начинать с праймера. Конечно же, упаковки заслуживают отдельные похвалы, потому что эти упаковки максимально приятны. Смотреть, трогать, они все такие, тамблер, кек, чебурек, в общем, да, клевенькие такие. В упаковке вот такое вот средство. И это праймер. Праймер, который обещает нам эффект фотошопа. Если честно, то когда я читала отзывы на этот праймер, я думала, что это вещь, которая мне нужна просто здесь, сейчас, навсегда. Потому что очень многие люди писали, знаете что? Они писали то, что этот праймер настолько хорош, что после него даже тоналка не нужна. Насколько это действительно так? Так, текстура просто супер нежная, очень легко распределяется на лице, и, ну, пока мне все нравится. В принципе, я сейчас смотрю на себя в зеркало, выглядит очень даже ничего так. Действительно, лицо довольно-таки стало аккуратным, что ли. Также я купила еще один праймер, но этот праймер я купила уже в форме вот такого вот спрея. Смотрите, этот спрей идет изначально очень увлажняющий, то есть вы его, по идее, вот так вот наносите. Праймер-спрей, я вообще считаю, что это святая вещь, потому что это суперудобная тема. Подожду немного, пока мое лицо подсохнет, и приступлю к нанесению тонального крема. Чупоник. Вы что-нибудь видите? Не пойму. Я не пойму, он красит или не красит? Че, 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 че происходит? Нанесу-ка я на лицо, пожалуй, себе из руки и попробую растушевать. Ну да, вроде все есть, а почему на кисти как будто ничего нет? Че за бред? А-а-а, нифига себе! Вы представляете этот тональный крем, который идеально мне подошел? Офигеть, я в восторге. Просто вот я в восторге, ребята, я в восторге. Короче, ладно, не буду пока петь ему хвалебные оды, потому что сейчас все выглядит действительно классно. Но я же не знаю, как это будет выглядеть в течение дня, и как вообще он носится, и т.п. и т.д. Так что смотрите это видео до самого конца, и в самом конце я еще вам покажу макияж спустя несколько часов активной носки. Пока это, вот пока реально, это лучший тон. Лучший тон. Все, поехали дальше. После тона, я считаю, нужно воспользовать консилером. Консилер выглядит вот так. Вот очень сильно похож на упаковку тонального крема, только как будто бы в миниатюре. Сейчас посмотрим вообще, что из себя представляет этот консилер. Так. Он на палочке, на ножке. Не знаю, как правильно называется, но именно такие консилеры мне нравятся больше всего, потому что на узле этот самый удобный. Я буду прям пальцами растушевывать. Консилер сам по себе достаточно плотный, при этом хорошо растушевывается, в том числе пальцами. Больше я о нем ничего нехорошего, неплохого не могу сказать, потому что, ну, консилер как консилер. Так, теперь я предлагаю сделать коррекцию лица. Да-да-да. Эта палетка, во-первых, выглядит вот так вот, очень интересно, очень необычно. И в этой палетке есть как сухие корректоры, так и кремовые корректоры. Так как я наносила сейчас на лицо всякие кремовые штуки, соответственно, я буду использовать кремовые корректоры. Не понял, почему не наносится? Так, наносится совсем не ахте, я попробую пальцами наносить, правда, так я еще никогда не извращалась, но посмотрим. Ладно, пальцами нормально наносится, кисть вообще что-то нереальное. Теперь я возьму самый светлый оттенок, это вот этот вот. Также попробую его сейчас сразу с пальцев наносить, под те зоны, куда хочу. И буду растушевывать точно такой же кистью, но другой. Да, если вы поняли, что я сказала, вы молодцы. Но на самом деле я имела в виду то, что у меня есть точно такая же кисть, только чистенькая. Вот, видите, это грязное, это чистенькое. Так, ну что касается корректоров, по крайней мере, кремовыми, я не могу сказать, что я довольна, мне они, откровенно говоря, не нравятся. Потому что наносится очень тяжело, растушевывается тяжело, и я не вижу какого-то такого эффекта, знаете, чтобы я просто попростила все эти тяжести в нанесении. Возможно, действительно, это стоит растушевывать спонжем, но нигде на упаковке не было написано, что это обязательно нужно растушевывать спонжем, а значит, мы подразумеваем, что что? Что можно и кисточкой растушевать, но что-то как-то печально. В общем, кремовые мне пока совсем не понравились, а к сухим мы вернемся позднее. Для того, чтобы нанести тени, для начала я буду использовать базу под макияж глаз, то бишь, глазной праймер. Нет, базу под тени, базу под тени, вот. Я даже не знала, что она тоже на этой ножке. Класс. Никогда у меня еще не было базу под тени на ножке. Ой, очень нежная. Класс. Консистенция просто суперская. Что касается базы, база мне объективно очень нравится. По-моему, она очень супер наносится, и мне также очень понравилось то, что у нее есть вот эта вот ножка. Теперь возвращаясь к нашим теням. Смотрите, какая палетка. Во-первых, здесь есть румяно-хойлайтеры, наши любимые, и также есть, собственно, просто тени. В основном это такая вот нудово-розовая палетка. А еще здесь, смотрите, она как бутер выполнена. Вот так вот. Здесь можно это зеркальце убрать и красить спокойно, или можно его подставить, и будет тоже очень прикольно. Короче, упаковка очень любопытная. Я возьму вот этот вот прекрасный пурпурный оттенок и нанесу его в уголок моего века. Цвет просто класс, слов нет. Теперь я смешаю эти вот розовые тени вместе вот с этим вот красновато-бордовым оттенком. Очень красивый цвет, очень классно накладывается. Тени, то есть они не пятнят, не пылят. В общем, все классно. Единственное, чего мне не хватает в этой палетке, но это уже чисто, знаете, это вот, это даже не придирка, это скорее какая-то придр моя. Мне не хватает вот какого-то очень темного оттенка, чтобы нарисовать стрелку. Мне прям хочется нарисовать здесь какую-то стрелку еще такую прям, ох, драматичную. Вот, к сожалению, подводки у меня нет. Я ее не купила на тест, но, ну ладно. Зато, наверное, будет так даже интереснее. Знаете, что еще очень интересно в этих тенях? Они вообще не осыпаются. Видите, тут вообще ничего нет. Ничего не осыпалось. Я в полном восторге. Она нам обещает увеличить объем ресниц на практически 14 раз. Так что давайте посмотрим, насколько производитель врет или говорит правду. У меня уже был опыт с подобными щеточками, и, как правило, они ужасно калявые. Это пока меня еще ни разу не укололо. Хотя, вы знаете, с такими щетками я обычно сразу шкуарюсь, и сразу они мне попадают куда-нибудь в глаз, а потом я хожу целый день такая вся печальная и плачущая. Не потому что жизнь тяжелая, а потому что туши в глаз зарядила. Выглядит средство для бровей, как вот такая вот маленькая, миленькая коробочка. Здесь, короче, возг для бровей. Это два вида теней для бровей. И вот здесь вот, вы посмотрите на этот маленький пинцет. Он реально выщипывает брови. Хочу сказать, что очень даже нормально. Тут еще есть, смотрите, такая вот маленькая-маленькая щеточка, которая тоже оказалась весьма неплохой. Кисть для бровей. Самый темный оттенок для начала. Вот он. Ладно, кисть для бровей совсем не вариант. Совсем неудобный кисть для бровей. Свою возьму. В принципе, пока не могу сказать какого-то особого, знаете, восторга относительно этой коробочки теней. В целом, конечно, она выглядит очень здорово. Тут ничего не скажешь. Такое и фоткать можно там в инстаграмчик в раскладке. Кстати, подпишитесь на мой инстаграмчик и на мою ВК-шку. Да, более всратых слов, наверное, вы еще не слышали, но подпишитесь. Просто буду очень ждать. Просто смотреть на это. Внутри, собственно, этой пудры вот такая вот сиреневая пуховочка и, соответственно, белая транспарантная пудра. Отзывы о ней безумно крутые. Сейчас посмотрим, насколько эти отзывы правдивы. Очень классно наносит даже при помощи этой пуховки. А что если я возьму не пуховку, а кисть для пудры и прям попробую нанести? Да, так еще лучше ситуация. Вообще класс. Нравится. Очень нравится. Пудра, она очень сильно абсорбирует любые жирные пятна, и вы не будете блестеть, в принципе, если будете ее использовать. Теперь это часть, которую я очень ждала. Я даю второй шанс палетке для контуринга. И я сейчас прям буду сухим корректором вот этого вот оттенка проходить по моему лицу. И я сейчас не рассчитывала, что она прям таким пятном на меня бахнет после вот кремовых оттенков, которые едва-едва наносились, и то при помощи только пальца. Поэтому я тут переборщила. Что ж, это исключительно мой косяк. Не буду никаким образом винить эту палетку. Очень пигментированно и очень хорошо ложатся. И цвет очень крутой. И теперь будем наносить хайлайтер. Я хочу сюда нанести вот этот вот рыжеватый хайлайтер. Мне кажется, будет очень клево. И уже после этого будем наносить с вами помаду. По мне и хайлайтер, и румяна очень классные. Но румяна, конечно, больше подойдут людям, у которых, конечно, намного сильнее, темнее цвет лица. Потому что на, конечно, светлом лице это выглядит просто, скорее, знаете, как розовый такой темный контуринг. Не скажу, что это плохо выглядит, но и не скажу то, что это вам лицо освежит. Так, ну и в завершении образа, конечно же, помада. Помада в оттенке Backtalk. Это оттенок, один из самых популярных у Urban Decay. И именно его я и взяла. Ее очень-очень много можно найти в Инстаграме. О, да. Я чувствую, как я становлюсь в Инстаграм Дио. Прямо здесь, рано сейчас. Слушайте, мне кажется, это один из самых красивых макияжей из всех, которые я когда-либо делала. Потому что цветовая гамма, это просто потрясающе. Что касается помады. Очень крутое нанесение. И обратите внимание, я наносила без какой-либо базы, а также наносила без карандаша. У меня получилась довольно-таки ровная форма губ, без использования каких-то дополнительных вспомогательных средств. Это очень, хочу сказать, круто. Пока можно закрепить наш макияж фиксатором. Кстати, заодно и тоже заценим, насколько он хорош, насколько он плох. И заодно потом посмотрим, что по помаде у нас там. Но в целом мне очень нравится. Пойду, короче, гулять, пилить фоточку в Инстаграм. Подписывайтесь на мой Инстаграм. И давайте я вернусь к вам часа через 4-5, когда погуляю. И мы с вами вместе посмотрим, на что будет макияж похож. Я поправлять не буду ничего. Ни помаду, ни пудру. Вот как есть, так пойду, так и вернусь. Не прощаюсь. Пока подпишитесь на мой Инстаграм. Пожалуйста. Я вернулась домой. И, как вы можете видеть, макияж, в принципе, осталась таким же, каким она была. Как вы видите, помада практически осталась в том виде, в котором она была. Да, немного ушел цвет. Да, здесь от нее нога тоже пропала. Но я ела много раз. И много раз пила. И в целом я, честно говоря, ожидала чего-то более плохого. Короче, это идеально. Вот. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы не смотрели еще видео про Шанель, то обязательно посмотрите. Я жду вас в моем Инстаграме, в моем ВК. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До новых встреч.